Четвертый день и выходной. И про лимфомы, и миелоидную патологию слушать тяжело на слух. Это воспринимается с трудом. Очень много всяких аббревиатур, названий, генов. Поэтому мне бы хотелось немножечко по-другому взглянуть на классификацию. Может быть, с точки зрения более практичной. Хотя на сегодняшний день она действительно в основном ширится за счет увеличения количества форм, выявленных на основании достижений молекулярной генетики. Каких-то особенностей именно профиля экспрессии генов или экспрессии различных молекул. Не всегда это связано с клиническими проявлениями этих заболеваний и тем более с возможностью как-то индивидуализировать лечение. Но в том, что касается агрессивных баклеточных лимфом, здесь в большей степени классификация идет в том же ключе, как и классификации в области солидных опухолей. То есть пытаются выделяться нозологические единицы не только на основании их молекулярных биологических характеристик, но также на особенностях их течения и возможности их лечения. Ну и я логично продолжу предыдущее сообщение, потому что в группе фолликулярных лимфом условно есть одна агрессивная лимфома, которая также выделена на основании особенностей ее молекулярного патогенеза. Это крупноклеточная баклеточная лимфома с перестройкой в АРФ-4, который кодирует белок МАМ-1, нам всем хорошо известный, широко используемый сейчас в диагностике, в морфологической. О чем нужно помнить, что это лимфома, которая имеет эпидемиологическую и локализационную четкую привязку. То есть это, как правило, дети и молодые взрослые. Пик заболеваемости приходится все-таки на возрастную группу младше 18 лет. И эти образования развиваются в области головы и шеи, в области лимфоэпиделиального носоглоточного кольца. То есть если вы хотите поставить эту замысловатую нозологическую единицу где-нибудь в паховом лимфоузле у человека старше 50 лет, стоит задуматься о том, что, вероятно, это что-то другое. Хотя для лимфом, казалось бы, такая локализационная привязка эпидемиологическая не так сильна, как, скажем, для некоторых сарком. Но тем не менее. Сложность в том, что это образование гистологически может иметь очень разный паттерн роста. Она может быть не только диффузная или фолликулярно-диффузная, но может быть и полностью фолликулярная. Собственно, поэтому она, вероятно, в этой группе близкой к фолликулярным лимфомам и оказалась. Также она имеет high-grade морфологию, то есть это среднего размера и крупного размера клетки. Кстати, если вы посмотрите классификацию всех разделов, которые касаются диффузной и крупноклеточной лимфомы, морфологически размер клеток определяется как средний и крупный. То есть размер – это размер ядра нормального гистеоцита, либо это два и более ядра малого лимфоцита. В общем, немножко поговорим о том, почему так это случилось. Эта лимфома характеризуется экспрессией МАМ-1, что зачастую обусловлено транслокацией с участием промоторогенов тяжелых цепей иммуноглобулинов, но не всегда, как всегда. Есть и исключения. Тем не менее, в двух третях случаях эта опухоль экспрессирует CD10-BCL2. Если вы видите в данной группе возрастной, в данной локализации коэкспрессию CD10-BCL2 и МАМ-1, это показания для углубленного молекулярного типирования, для выявления этой нозологической единицы. Как правило, это локализованное образование. Вообще, что касается группы агрессивных баклеточных лимфом, вот так выглядит таблица, которая приведена в ВОЗовской классификации. Мы видим группу диффузной крупноклеточной баклеточной лимфомы не специфицированной, которая подразделяется на морфологические и молекулярные подтипы, в котором в данном издании нету CD5-позитивной диффузной крупноклеточной лимфомы, которая была в прошлом издании. Мы поговорим о том, куда она попала. Есть целый ряд нозологических единиц, которые в свое время исторически были выделены из диффузных крупноклеточных лимфом. Сейчас они имеют довольно четкие нозологические критерии, ассоциацию с какими-то состояниями. И для их диагностики, опять же, нам нужна клиника, нужна локализация, это поражение серозных полостей, либо это ассоциация с болезнью Костельмана. И эти данные должны нас наводить на тот алгоритм, на тот путь диагностический, какие мы должны выявить дополнительные параметры, чтобы поставить специфический нозологический диагноз. Ну и вот эти две группы, которые ранее были две неклассифицируемые лимфомы, сейчас осталась одна неклассифицируемая лимфома с чертами промежуточными между ДБКЛ и классической лимфомой Ходжкина. Та, которая была с чертами промежуточными между ДБКЛ и лимфомой Бёркет, она вот попала в эту группу беклеточных лимфом Хайгрейт. Это очень интересный разговор, мы немножко о нем остановимся. Что же касается диффузной крупноклеточной и беклеточной лимфомы, это самая частая неходжкинская лимфома в российской популяции. Если мы возьмем западную статистику, то там с ней конкурируют только фолликулярные лимфомы. У нас все-таки ДБКЛ встречается несколько чаще. И поэтому гораздо больше исследований, которые попытались ее как-то поделить на подгруппы, выделить неблагоприятные прогностические факторы. И вот эта история про GCB и ABC, если мы посмотрим классификацию, она уже довольно давно имеет место быть. Это были провизорные нозологические единицы. Что это такое? Это группы, которые выделены на основании профиля экспрессии генов. Вот это Germinal B-Cells. То есть это группа лимфом, которая имеет профиль экспрессии генов, характерный для Б-клеток, находящихся в герминальном центре. И вторая группа, которая была выделена на основании этого метода, ABC, это Activated B-Cells. Профиль экспрессии генов этих клеток характерен для активированных инвитро Б-клеток. То есть, в принципе, изначально тот критерий, с которым мы сравнивали этот профиль, он не встречается в организме. Но сейчас мы можем говорить о том, что такой профиль экспрессии генов характерен для ранних постгерминальных Б-клеток, которые только-только выходят из герминального центра. И вот на основании этих молекулярных данных выделено было на самом деле три группы. Одна GCB, другая ABC. И около 10-15%, которые не попадают ни в одну из групп. И они были названы неклассифицируемыми. Но молекулярные методы дорогие и долгие. И они не так широко распространены. Не только в нашей стране, но вообще в целом по миру. Поэтому были предприняты попытки найти суррогатный маркер этого подразделения. Он был найден. Это так называемый алгоритм. Широко используется алгоритм Ханса. Есть ряд других алгоритмов. Они все примерно одинаковые. Встречаются несколько больше или меньше маркеров. Но смысл в том, что есть маркеры, которые характерны для герминального центра. Это CD10 и BCL6. И есть так называемые активационные маркеры, которые в этом алгоритме – это МАМ-1. И если больше 30% клеток опухоли экспрессирует этот маркер, он считается положительным. Если мы видим экспрессию CD10 вне зависимости от экспрессии остальных маркеров – это герминально-клеточный подтип. Если мы видим экспрессию МАМ-1 при отсутствии экспрессии CD10 – это негерминально-клеточный подтип. Почему не стоит использовать термин ABC-подтип или подтип из активированных клеток? Потому что это категория молекулярная. Она не идентична иммуногистохимической категории. То есть мы с высокой степенью надежности можем видеть именно ту группу, которая относится к герминально-клеточному подтипу. То есть в группу non-GCB у нас попадают не только ABC, но и, как правило, большинство неклассифицируемых вариантов. И даже при этом корреляция между данными иммуногистохимии молекулярной генетики не является стопроцентной. Но, тем не менее, зачем это сделано? И почему эта рубрификация попала в классификацию? Потому что пациенты с разными подтипами имеют разный прогноз и разный ответ на терапию. Если мы возьмем R-ЧОП, то пациенты non-GCB-подтипа текут хуже, и у них ниже показатели выживаемости. Но при этом, если мы возьмем раннюю интенсификацию, и это один из параметров, на основании которых выбираются более интенсивные режимы этим пациентам, то тогда их показатели не хуже, чем у пациентов с non-GCB-подтипом, а по ряду исследователей даже лучше. Поэтому ранняя интенсификация лечения у пациентов, у которых на изначальном этапе диагностирован non-GCB-подтип, это сейчас становится стандартом, и это важная информация для клиницистов и для пациентов, для их прогноза. Кроме того, то, что попало в классификацию, это вот эти два белка, которые тоже сейчас предлагается рутинно тестировать, потому что они позволяют среди группы ДБКЛ выделить группу так называемых двойных протеин-экспрессоров или дабл-протеин-экспрессоров. Немножечко разнятся вот эти пороговые значения, потому что если мы возьмем большинство работ, то дабл-экспрессорами считались лимфомы, у которых больше 40% клеток экспрессируют ЦМИК интенсивно, и больше 70% экспрессируют БСЛ-2. Но если мы возьмем ВОЗовскую классификацию, то там говорится о том, что частота позитивных реакций разнится в зависимости от пороговых значений, и там обозначено пороговое значение в 50, но там нет рекомендации использовать это пороговое значение как руководство к действию. Поэтому на самом деле интерпретировать результаты иммуногисхимической экспрессии этих маркеров приходится врачу каждый раз, он должен принимать решения на основании всех данных, которые ему доступны, и нет какой-то четкой рекомендации в классификации относительно, по крайней мере, порога БСЛ-2. Что касается лимфомы с двойной протеин-экспрессией, они ведут себя гораздо более агрессивно, чем те, у которых нет экспрессии этих белков, сочетанной, вне зависимости от подтипа. Это тоже один из поводов у пациентов, которые способны перенести интенсивные режимы, интенсифицировать терапию. Ну и здесь вот меленько написано, что в 10-20% случаев может быть экспрессия CD30, чаще в анапластическом цитологическом варианте. Что касается вообще прогностического значения цитологического, морфологического варианта ДБКЛ, то данные есть противоречивые, но в целом на сегодняшний день ВОЗ не говорит о том, что это имеет какое-то весомое значение, поэтому указание подтипа не является облигатным. Но в анапластическом варианте чаще встречается экспрессия CD30, она может быть мишенью для терапии у пациентов, но, как правило, на фоне рецидивов многократных либо прогрессирования, то есть это не опция первой линии, даже не опция второй линии. Что касается CD5, вот он попал сюда, это 5-10% ДБКЛ, экспрессируют CD5. Сейчас по данным ВОЗ нету какого-то однозначного неблагоприятного влияния на прогноз экспрессии этого маркера. Единственное, что необходимо дифференцировать, конечно, эти лимфомы с бластоидным вариантом лимфомы из клеток зоны мантии. И тем не менее, как правило, это первичные ДБКЛ, а не ДБКЛ, которые развиваются на фоне, скажем, трансформации ХЛЛ, который может экспрессировать CD5. То есть это не ассоциировано с трансформацией каких-то менее агрессивных лимфом, хотя вторичные лимфомы бывают, и это не так редко, до 30% случаев при некоторых лимфомах. Это и лимфома из малых лимфоцитов, и фолликулярная лимфома, и надулярный тип лимфоидного преобладания лимфомы Ходжкина. Несколько слов надо сказать про экстранодальные лимфомы диффузные, крупноклеточные, потому что у них есть общая черта, о которой нужно помнить. Это лимфома ЦНС и яичко, это оба органа являются забарьерными. То есть это локализации, которые в норме не сталкиваются с иммунитетом, который есть за пределами этих локализаций. Это накладывает особенности на те образования, которые в них развиваются, в том числе на лимфомы. Эти лимфомы имеют особенность, они, как правило, теряют экспрессию главного класса гистосовмесимости, первого и второго типа. И на фоне рецидивирования они могут рецидивировать вот как раз в этих локализациях, которые также являются забарьерными и экстранодально распространяться. При этом первичной лимфомой ЦНС является только лимфома головного и спинного мозга, мягких мозговых оболочек и лимфома глаза. То есть если мы говорим о лимфоме твердой мозговой оболочки, либо каких-то других структур черепа или области головы и шеи, то это, скорее всего, банальная, может быть, экстранодальная ДБКЛ. И что для них характерно? Это, как правило, обходи, характеризующиеся нон-GCB-фенотипом и коэкспрессией BCL2 и CMYK, которые в данном контексте не как-то ухудшают прогноз или не утяжеляют течение этих заболеваний. Непштейнбар-вирус негативные. О чем стоит помнить? О том, что меньше 10% экспрессируют CD10 первичных лимфом ЦНС или яичка. Поэтому если мы сталкиваемся с CD10 позитивной ДБКЛ этой локализации, нужно думать о вторичном поражении, а не о первичной лимфоме с забарьерной локализацией. Несколько сходно, на самом деле, по фенотипу и первичная диффузно-крупноклеточная-боклеточная лимфома кожи, которую также нужно дифференцировать со вторичным поражением кожи. И тут тоже нам помогает экспрессия CD10, потому что первичные кожные ДБКЛ, как правило, CD10 негативны. Часто имеют нон-GCB фенотипы, могут иметь коэкспрессию CMYK BCL2 в 50% случаев. Что касается BV-ассоциированных вообще, в принципе, заболеваний, то это отдельная группа опухолей и опухолеподобных процессов с разным потенциалом. Я не буду подробно на них останавливаться. Единственное, что в плане диагностического алгоритма, если вы сталкиваетесь с диффузно-крупноклеточной лимфомой, с выраженным цитологическим полиморфизмом, с наличием ходжкиноподобных клеток, с смешанно-клеточным фоновым инфильтратом, в том числе с наличием гранулоцитов, а также с наличием некрозов, у пациента старшего возраста, у пациента, у которого есть данное наличие иммунодефицита, его необходимо тестировать на наличие Эпштейн-Бар-вируса, потому что это может быть именно ЭБВ-ассоциированное ДБКЛ, и она экспрессирует и белки латентности, и второго, и третьего типа, и в больше 80% клеток должны быть позитивны при инситу гибридизации СИБЕР. Что касается лимфомы Бёркета, то в данной классификации эта нозологическая единица стала более рафинированной, более четкие, более простые диагностические критерии, они почти не изменились, исключилась атипическая лимфома Бёркета, потому что она, вероятно, ушла в лимфомы хайгрейт. То есть это БСЛ-2 негативные, ЦМИК, интенсивно-диффузно-позитивные лимфомы из монотонных средних клеток, с блостоидной морфологией ядер, с практически отсутствующим фоновым инфильтратом и зачастую с паттерном по типу звездного неба. И выделена новая нозологическая единица, которой на самом деле описано несколько десятков всего на сегодняшний день. Это лимфома Бёркета, это с аберрацией 1К. Как можно заподозрить эту нозологическую единицу? Она имеет клинику, эпидемиологию и морфологические проявления, характерные для лимфомы Бёркета, но не имеет свойственных ей молекулярных перестроек. То есть она не имеет перестройки в гене МИК, и тогда имеет смысл при соответствующей клинике морфологии выявлять перестройку 11К. Ну вот это основная динамика технозологических единиц, которые были, куда они ушли. И мы видим, что появляется новая группа, которая называется high-grade биселлимфома, которая может быть неопределённая, либо с перестройкой в гене ЦИМИК или гене БИСЕЛЬ-2. В зависимости от наличия и количества перестройок в этих генах выделяют так называемые дабл-хит-лимфомы и трипл-хит-лимфомы. Эти лимфомы чаще бывают у пациентов пожилого возраста, они редко бывают у молодых, имеют очень агрессивное клиническое течение, очень плохой прогноз, даже несмотря на агрессивную терапию, в том числе несмотря на интенсивную терапию и раннюю интенсификацию, у них гораздо хуже показатели выживаемости, и часто перестройки находятся в тех образованиях, которые имеют двойную экспрессию белка соответствующего, бисель и ЦИМИК, но не всегда. Если мы посмотрим на сегодняшние предположения, которые даёт нам классификация, то по-хорошему мы должны все случаи с морфологией диффузной крупноклеточной б-клеточной лимфомы скринировать на наличие молекулярных перестроек в генах ЦИМИК, БИСЕЛ-2 и БИСЕЛ-6, именно молекулярными методами. Это не всегда возможно и в силу организационно-технических и экономических обстоятельств, поэтому предлагается использовать такой ступенчатый алгоритм, на первом выполнять иммуногистохимическое исследование и при наличии двойной протеин-экспрессии уже выполнять фиш сначала на ЦИМИК, потому что если перестройки в гене ЦИМИК нет, то перестройки БИСЕЛ-2 и БИСЕЛ-6 могут спорядически встречаться в ДБКЛ с разной частотой, и они не ухудшают прогноз так значимо, как сочетание этих перестроек. Но проблема в том, что большинство дабл-хит и трипл-хит лимфом, они имеют GCB-фенотип, а большинство лимфом, которые являются двойными протеин-экспрессорами, имеют нон-GCB-фенотип. Это, в общем, основание, почему именно все лимфомы должны подвергаться молекулярному типированию, потому что это позволяет определить очень неблагоприятную прогностическую группу, но я могу сказать, что мы провели небольшую ретроспективную работу, и у нас около ста было случаев ДБКЛ, которые мы протепировали, и у нас не было ни одного случая дабл и трипл-хит. То есть это все-таки состояние редкое, и имеет смысл алгоритмически выполнять это типирование, по крайней мере, пока мы не накопим больше данных, и, может быть, не найдем какие-то новые показания для более углубленного молекулярного обследования пациентов, таких, чтобы выделить тех, кому показано более интенсивное лечение. На этом я хотела бы завершить. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Коллеги, вопросы? Анна Сергеевна. Спасибо.